Иисус Давайте еще помолимся. Иисус сказал, дом мой, дом Божий наречется, дома молитвы. Скажи, кто с тобой рядом стоит, брат, сестра, давай помолимся еще. Если для тебя это возможно, поднимите руки к Отцу Небесному и обратись к Нему со всей верой, как Божья дочь или Божий сын. Скажи Ему несколько слов от всего сердца. Скажи, что ты веришь в Его любовь, принимаешь ее и любишь Его. Отец Небесный, мы поклоняемся Тебе. Мы превозносим Тебя. Мы говорим Тебе, что мы нуждаемся в Тебе очень сильно. Мы приходим к Тебе, к Богу Авраама, Исаака и Якова. Мы приходим к Тебе в этой молитве с верою. С полной верою мы не сомневаемся, что Ты с нами, Ты посреди нас, Святым Духом. И сердца наши обращаются к Тебе. Пожалуйста, Отец, благослови нас сегодня. Дай нам Слово, говори к сердцам нашим. Отец, мы молимся, чтобы Ты изменял нас, чтобы Ты вдохновлял нас. Дорогой Дух Святой, дыши там, где Ты хочешь. Совершай служение на этом месте, служение Нового Завета, служение Духа Святого и Божьей силы. Мы благодарны Тебе. Эти аплодисменты, Отец, они для Тебя. Еще, еще аплодируй несколько времени. А еще подарим аплодисменты для Иисуса Христа. Это для Тебя, наш Спаситель. И дайте еще аплодируем для Духа Святого. Он самая важная личность здесь, на этом месте. Дух Святой, Тебе наши овации. Мы восхищаемся Тобою. Дух Святой, Ты на этом месте. Мы в это верим. Аминь. И аминь. Благословите несколько человек. Скажи, брат, сестра, рада видеть в Доме Божьем Тебя. Обнимите, может быть, обниманием святых. И присаживайтесь в Божьем присутствии. Сразу общение, сразу шум. Слава Богу. Шумная, живая церковь. И также давайте мы поприветствуем канал Вера24. Кто смотрит нас в прямом эфире, давайте поаплодируем для этих людей. Мы приветствуем всех вас. Доброе утро, братья и сестры. Огромное благословение для нас сегодня. И подарок от Господа быть на этом месте и делиться Божьим Словом. И мы служим с моей женой. Вот моя жена Мария. Можете поприветствовать. Вот ее родной брат Андрей. Мы все служим в Адресском районе города Сочи. И первое, что я хотел бы сделать, я хотел бы посвидетельствовать об Иисусе Христе. Моя задача сегодня, чтобы церковь, Библия говорит, церковь это невеста Иисуса Христа, чтобы церковь влюблялась в Иисуса Христа. И все, что я буду говорить, я буду говорить сегодня о Нем. И моя цель как священного служителя, не просто говорить о Нем, а являть Христа. И первое, я хочу посвидетельствовать немножко, что сделал Господь лично для меня. Я уверовал не так давно, всего лишь 15 лет назад, я уверовал, я открыл свое сердце для Иисуса Христа. Первое чудо, которое Господь совершил в моей жизни, Он освободил меня от зависимости. Вот все зависимости, которые есть в этом мире, всеми этими пороками, был связан я, кроме одного, гомосексуализма. Слава Богу. За это благодарю Господа, что не дошло до этого. Фух, пронесло. Но я знаю, Господь любит каждого человека, этих людей тоже. Я верю, и мы видим, как Бог освобождает людей, исцеляет людей. Я так всегда говорю, у каждого человека свой таракан. И вопрос не в том, что кто-то грешнее, кто-то свящий. Грех есть грех. Второе чудо, которое Господь совершил для меня, это очень сильное чудо. И я о нем всегда говорю. Я был костноязычный человек. И я сейчас объясню это по-простому. Я был заикой. Если бы вы со мной встретились 15 лет назад и спросили, как тебя звать, вы бы долго ждали от меня ответа. А если бы вы спросили у меня, где ты живешь, о, наше бы общение затянулось бы надолго. Я очень сильно, очень сильно заикался. Мои уста были скованы. И однажды, 15 лет назад, я попал на служение освобождения. И за меня молились братья, за меня молились служители церкви. Они возложили на меня руки. И я почувствовал, как будто из глубины моего чрева поднялся комок к моему горлу. И братья, которые за меня молились, они сказали, Дух костноязычия, выйди вон и оставь этого человека. То, что поднялось и стало вот здесь в горле, моментально, в ту же секунду, вышло из меня с кашлем, со слюнями, со всеми, со всеми последствиями. Мне стало очень плохо, и я почувствовал, как этот комок с меня вышел. И второе чудо, которое Господь совершил в моей жизни. Он за Ику сделал проповедником. Я думаю, Он достоин сейчас наших аплодисментов, наших аватс. А еще, еще поаплодируем. Мы прославляем здесь Иисуса Христа на этом месте. Он достоин всей славы, достоин всей чести, достоин всей хвалы. Он могущественный, сильный, авторитетный. Он моя власть. Он мое спасение. Он моя сила. Он мое благословение. Он мое счастье. Он моя награда. Он мое освящение. Он мое очищение. Он мое исцеление. Он мое освобождение. Он мое счастье в моей семье. И я думаю, Он достойный еще аплодисментов. Иисус Христос, наш Спаситель и наш Господь. Вся слава, вся слава, вся слава Господь принадлежит только Тебе. Третье чудо, которое совершил Господь. Он дал мне жену. Хорошую, прекрасную жену. И третье чудо для нас. Ей было 19 лет. Мне было лет 27-28, мы стали пасторами церквей. В 19 лет она вошла в служение. В 27-28 лет я тоже вошел в служение. Я не знаю, может быть, кому-то это поможет сегодня. Молодым людям, которые думают, что они еще молоды. В 19 лет она уже несла служение в церкви. В 27 лет я также уже нес пасторское служение. И я не знаю, может быть, здесь есть люди в возрасте, и вы думаете, уже поздно. Я здесь, на этом месте. Бог привел меня с Ростовской области, города Шахты. Там я родился. На это воскресное служение, чтобы сказать тебе, никогда не поздно служить нашему Спасителю, нашему Господу Иисусу Христу. Аминь. Аминь. Вы можете аплодировать Иисусу Христу, если вы захотите это делать. Я не против. Я хочу поделиться посланием. У меня есть слово. И мне ваш пастор где-то, наверное, почти за месяц сказал, что я буду служить здесь, в этом городе, в этой церкви. И мы посещали конференцию в другой стране, на другом континенте. И я точно знал, что со мной ничего не случится, потому что сегодня я должен быть в Доме Божьем, в Ковчеге и служить, служить церкви. И мы приехали не для того, чтобы учить вас. Поэтому сделайте вот так сейчас. Фух. Слава Господу. Мы приехали для того, чтобы вам послужить. И кто рядом с тобой сидит, скажи, слава Богу, они приехали послужить нам. И моя проповедь называется «Возвращение к оригиналу». Возвращение к оригиналу. И сегодня огромная проблема у человека вообще, неважно верующий, неверующий, если он не знает своего оригинала, если он не знает своего настоящего «я». Я хочу, чтобы мы сегодня обратились к оригиналу и посмотрели на Священное Писание. И первое место я хочу вместе с вами открыть, это «Бытие». Первая глава, 26 стих. Если у вас есть Библии, открывайте их. Если у вас есть Библия на экране сейчас, медиа-служения, все равно открывайте их. И Библия говорит «Создадим человека по нашему образу и подобию, и пусть он царствует над рыбами морскими и птицами небесными, над скотом, над всей землею и над всеми пресмыкающимися». Вот Священное Писание показывает нам настоящий оригинал. Оказывается, мы, Божье творение, мы с вами люди, мы с вами сотворены по образу и по подобию Божьему. И сегодня пришло время нам с вами возвращаться к этому оригиналу. Господь, оказывается, я человек, который уверовал в Иисуса Христа. И оказывается, слово Божье говорит, Библия утверждает, что я очень сильно похож на своего Творца, очень сильно похож на своего Отца. Оказывается, я сотворен по образу и по подобию Божьему. Это для меня оригинал, это для меня важно, это для меня ценно. Я сегодня хотел бы затронуть очень важную тему, но, на мой взгляд, эта тема в последнее время не так актуальна в христианстве. Я сегодня хотел бы говорить о святости. Я хотел бы сегодня говорить об освящении. Я уверен на все 100%, за своих 15 лет я понял одну истину, что освящение и святой образ жизни верующего человека, христианина, притягивает Божье благословение. Я убежден на все 100%, что освящение, когда Бог освящает тебя от света лица своего, по своей милости, по своей благодати, когда из этой святости рождаются святые поступки и святой образ мысли, святой образ чувств, святой образ поступков, я убежден на все 100%, что святость, как огненное кольцо, начинает окружать жизнь и семью человека, и все, что у этого человека есть. Отсутствие освящения, отсутствие святого образа жизни, отсутствие святого образа мышления, мыслей, отсутствие святого образа жизни души, сознания, духа, подсознания, и отсутствие святых поступков разрушают стены, уничтожают благословение и открывают прямой доступ к нечистым духам, к бесам и к демонам. Апостол скажет нам такие слова, не давайте место дьяволу. И давайте все вместе скажем, если возможно для тебя это, положи правую руку на сердце. И давайте вместе со мной скажем Богу, Отец Себесный, мы принимаем решение сегодня. Мы не даем место дьяволу, мы закрываем двери своего сердца для всякой нечистоты, для всякого осквернения, для всяких плохих поступков. Я закрываю свой разум для нечистых мыслей, я закрываю душу свою, свой чувственный мир для неправильных мотивов. И я молился во имя Иисуса Христа. Аминь и аминь. Еще поаплодируем Духу Святому. Дух Святой, спасибо тебе. Я не знаю, какой вам привести пример такой банальный, но первое, что у меня всплывает, кто хоть раз видел фильм Ви, поднимите руку, Ви, старый фильм, и много уже есть интерпретаций этого фильма. И вот там, когда священник очерчивает мелом круг, и там в фильме показывают, как странная дама, одержимая нечистыми духами, она не может пройти через этот круг. Вот святость, святой образ жизни, святость как сила, святость от Господа, как будто бы чертит этот круг вокруг нашей жизни, вокруг нашего дома, вокруг нашей семьи, вокруг наших детей, вокруг нашего бизнеса, нашей церкви, нашего служения. И Сатана, Библия говорит, кто рожден от Бога, Сатана не может к ним прикасаться. И все верующие сказали, аминь. Все рожденные от Бога сказали, аминь. Да будет так, Сатана не может к нам прикасаться. Я хочу еще вместе с вами открыть Священное Писание. У меня очень простое слово, доступное, но я верю, что, знаете, Библия говорит, что мы соль земли. Так написано в Священном Писании. И лично я, когда ем соленые какие-то вещи, допустим, соленые огурцы или чаще соленую рыбу, после этой пищи мне очень сильно что хочется? Мне очень сильно хочется пить. Поэтому я убежден на все сто процентов, что когда слово пропитано силой и Духа Святого, когда оно соленое и осаляется с небес самим Господом, после этих посланий, после этого слова всегда придет жажда. Жажда по Господу. Жажда по познанию Его. Жажда по освящению. Жажда по тому, чтобы ходить с Ним. Жажда по тому, чтобы быть с Ним. Жажда по тому, чтобы стоять пред Его лицом. Жажда по тому, чтобы служить Ему всей своей душой, всей крепостью и всей своей силой. Приходит жажда в мое сердце. Приходит жажда на мой дух, когда приходит слово от Господа в мою жизнь и в мое сердце. У кого тоже так можно поднять руку? Да благословит тебя Господь. Я хочу еще вместе с вами открыть одно место из Священного Писания. И давайте посмотрим послание апостола Павла к евреям, 12 глава, 14 стих. Библия говорит, старайтесь жить в мире со всеми. Вот это такое слово со всеми. Мне нужно его объяснять, интерпретировать, перевод с английского, с армянского, с абхазского, с немецкого. Или вы понимаете, старайтесь мир иметь со всеми. Сейчас посмотри, кто с тобой рядом сидит. Тебе с этой сестру и с этим братом быть на небесах. Вечно. Кто-то испугался сейчас. Мама дорогая, Господи помилуй, как вот с ней? Вечно, вечность на небесах. Да, с ней, с ним в вечности на небесах. Поэтому лучше сейчас здесь научиться уже любить ту сестру, которая с тобой рядом. Даже если она тебе наступила, может быть, на ногу сейчас. Случайно, а может быть, специально. Да простит ее Господь. Аминь. И смотрите, что написано дальше. Библия говорит, имейте, старайтесь жить в мире со всеми людьми и быть святыми. И дальше потрясающая истина. Потрясающее откровение. Простое, доступное. Вдохновляющее. Исправляющее, изменяющее. Обличающее даже. Апостол говорит, без святости никто не увидит Господа. Вау! Как это мощно, как это сильно. Без святости никто не увидит Господа. Дорогие, не потому, что Господа не будет в твоей жизни. Не потому, что Господь будет прятаться. Без святости никто не увидит Божьих благословений. Без святости никто не увидит полноты Божьих обетований и их исполнения в жизни человека. Не потому, что эти обетования Бог не будет посылать. Бог очень любящий человек. Здесь не написано, что без святости Бог будет прятаться от тебя. Здесь не написано, что без святости Бог больше не будет благословлять тебя. Нет, есть враг человеческих душ. И когда человек не освящается, когда для него это не ценно, не важно, и он пропускает всю нечистоту в свое сердце, в свои мысли, он начинает как-то поступать неверно и неправильно, вероломно. Ни Бог не прячется, и Бог не лишает человека благословения. Бог любящий. И возможно, он и будет посылать эти благословения. Но ты и я, мы их не увидим. Потому что сатана, он ослепляет умы, ослепляет сердца. И он всегда говорит человеку, Бог тебя не любит. Бог тебя забыл. Бог больше не желает тебя благословлять. Бог от тебя отвернулся. И апостол здесь очень четко, ясно учит нас с вами, церковь Нового Завета. Без святости никто не увидит Господа. Скажите, пожалуйста, мне нужно здесь, в такой прекрасной церкви, объяснять и трактовать слово «никто». Без святости никто не увидит Господа. И сейчас еще раз посмотри, кто с тобой рядом сидит. И даже он и она без святости не увидит Господа. Слава Богу! Драгоценные братья и сестры, сегодня так, возможно, не актуальна тема и проповедь о посвящении, о святости. И сегодня много есть разных учений, и мы верим в благодать. Мы верим, что мы спасены по благодати. Все не от нас, а Божий дар. Но мы также верим, что Священное Писание учит нас святых. Библия святой, да, освящается. Святой, да, освящается. Святой, да, освящается. Так учит меня Священное Писание. Так учит меня Слово Божье. И я хочу приходить сегодня к трону, к престолу милости и благодати с верой через Господа моего и Спасителя Иисуса Христа. Я хочу сегодня взирать на лик Божий. Я хочу, чтобы сегодня Господь от света лица своего проливал свой свет в мой ум, в мой разум, в мои мысли. Чтобы я сегодня освящался и умом, и душою, чувствами, и духом, и телом. Чтобы я во всей полноте сегодня имел освящение и предстоял в каждом дне пред Господом. Я хочу еще вместе с вами обратиться к Слову Божьему. Матфея, 5 глава, 48 стих. Смотрите, что нам скажет евангелист Матфей. Библия говорит, Священное Писание утверждает. «Поэтому будьте совершенны, как совершенен наш Небесный Отец». Я убежден, на все сто процентов Библия об этом учит. Бог не дает нам сверх сил. Если Бог говорит нам что-то делать или как-то жить, то это однозначно у Бога есть весь потенциал, вся сила, все возможности. И Священное Писание утверждает, что Бог благословил нас всеми благословениями в небесах. У нас есть все благословения от Него для того, чтобы жить нам здесь, на этой земле. Все благословения есть во Христе Иисусе. Они сокрыты в Нем, и Бог желает сегодня их нам дать. И Он говорит сегодня Церковь Своей, Он говорит сегодня всякому верующему, всякому христианину, Он говорит, будь сегодня совершенен. Будь сегодня совершенен, как отец твой совершенный. У тебя есть образец, у тебя есть верная, правильная модель, у тебя есть оригинал. Возвращайся сегодня к этому оригиналу. Если Бог совершенен, то Библия говорит, я создан по образу и подобию Божьему, то и я во Христе Иисусе могу быть совершенным. Я могу сегодня быть святым, почему? Потому что Бог мой отец, Бог мой творец, Бог Авраама, Исаака, Иакова, Его сущность, Его природа какая? Библия говорит, Его имя святое. Если мы созданы действительно по образу и подобию Божьему, если мы смотрим с вами на оригинал, нам нужно с вами возвратиться к этому оригиналу. И наша жизнь должна быть в церкви, наша христианская жизнь должна быть жизнью освящения. Да, мы пребываем в Божьей любви. Да, Иисус заплатил своей кровью за все наши грехи. Да, Бог нас любит, и мы влюбляемся в Него. Но мы должны с вами преобразовываться. Мы должны с вами изменяться. Мы должны с вами, смотря на Иисуса Христа, преобразовываться и изменяться. Наши поступки должны изменяться. Наши чувства, чувственный мир должен изменяться. Наш ум, наше мышление должно изменяться. Библия говорит, обновляйтесь духом ума вашего. Вся наша жизнь должна освящаться. Во все самые темные уголочки твоего сердца, твоей души, твоего чувственного мира, твоего разума, интеллекта, твоего духа, сознания, подсознания, интуиции, во все уголочки твоей семьи, во все темные уголочки должен проливаться Божий свет. Знаете, я не знаю, как у кого-то, может быть, было, не было, но в 90-х годах, я помню, мы жили в квартире, и когда ты заходишь на кухню и включаешь свет, то тараканы начинают сразу разбегаться. У кого кто видел хоть раз такую картину? Включаешь свет, и тараканы начинают активизироваться, начинают сразу разбегаться. Дорогие, я знаю, что когда включается Божий свет в наших сердцах, когда включается Божий свет в наших жизнях, в наших семьях, все тараканы начинают разбегаться. Аминь. Поэтому пусть сегодня все тараканы, которые есть, может быть, еще в моем разуме, в моей душе, в моем чувственном мире, все тараканы, которые, может быть, есть в моем сознании, подсознании, интуиции, все тараканы, которые еще есть, может быть, в моих поступках, все они разбегаются от Божьего света во имя Иисуса Христа. И все верующие сказали Аминь. Давай еще поаплодируем Духу Святому. Дух Святой, зажигай свет свой сегодня в сердцах наших. Еще, еще, Дух Святой, тебе аплодируем. Зажигай свет сегодня в нашем уме. Зажигай свет в наших поступках, в семьях во имя Иисуса Христа. Хорошо. И я хочу сейчас поделиться тем откровением, которое Бог дал мне. И, в принципе, оно основное. То, что я хотел бы сегодня сказать вам, то, что я хотел бы сегодня передать, это откровение. Я верю, что его дал Дух Святой. И я верю, что оно очень сильно, очень сильно благословит. Благословит тебя, благословит меня, благословит церковь. Второзаконие, шестая глава. Давайте откроем с вами Слово Божье. Четвертый стих, четвертого стиха. Это ключевое откровение, которое есть, как хлеб сегодня, для нашего сердца, для церкви. И я молился, я спрашивал, Отец, ты знаешь, что есть несколько посланий, и у проповедников всегда есть несколько посланий в сердце, есть четыре, пять проповедей, шесть, у кого-то семь, у кого-то десять. И я говорю, Господь, какое слово ты бы хотел бы, чтобы я сегодня передал? Господь, я хочу, чтобы это было Твое слово, чтобы Ты благословил церковь. Я молился, чтобы церковь для меня, Ковчег, была даром от Бога, и мой пастырский дар для этой церкви также был даром от Бога. Я об этом молился, и я верю, что Господь благословит сегодня. И я хочу зачитать это очень сильное, мощное откровение. Слушай, Израиль! Слушай, церковь Ковчег! Слушай, всякий христианин! Слушай, всякий верующий! И вот мощное послание сейчас, услышьте его. Наш Бог, единый Господь. И сейчас вы еще пока не можете понять, в чем же дело. И я проповедую сегодня об освящении, я проповедую сегодня о святости. Слушай, Израиль, Господь Бог един есть. Дорогие, что такое святость? И мы должны дать ответ, и должны четко, ясно понимать, что такое святость. Священное Писание говорит, что Господь, Бог един есть. Я хочу еще следующий стих прочитать вместе с вами, чтобы это было в контексте. Пятый стих написано. Люби Господа Бога твоего, всем сердцем твоим, всей душою твоей, и всеми силами твоими. И шестой стих. Эти повеления, которые я даю тебе сегодня, должны быть у тебя в сердце. Священное Писание ясно, четко говорит, что Господь, Бог, Он един есть. Послушайте, наш Бог Авраама, Исаака, Иакова, наш Спаситель Иисус Христос, наш Пастор Церкви, Утешитель Дух Святой, они едины в своих мыслях. Наш Бог не разделяется в своих мыслях. Он не уподобляется сегодня нам, людям. Мы можем с вами быть двоичными, двоедушными, троичными. Кто-то четверичным, кто-то пятеричным, кто-то шестеричным. Но наш Господь, Библия говорит, един есть. Он един в мыслях. То, что Он думает, то Он и чувствует. То, что Он думает и чувствует, то Он и говорит. То, что Он говорит, то Он и делает. То Он и совершает. Он совершенный. Его сущность целостная. Это и есть сегодня определение некой святости для меня лично. Если я сегодня созданный по образу и подобию Божьему. Если действительно священное Писание утверждает истину, и я человек сегодня, перстный, я созданный по образу и подобию Божьему. Если Господь, Бог мой, един, Он неразделим, Он не разделяется, Он целостный, Он совершенный, то я сегодня имею все права, у меня есть вся сила от Господа снять с себя все-все маски, которые есть в моей жизни, в моем сердце. У меня сегодня есть сила от Святого Духа. Думать одно, говорить это же, чувствовать это же и поступать так же. Сколько людей сегодня в церквях, сколько людей сегодня верующих, посмотря вообще на их образ жизни, ты видишь, что многие из них расстроены, многие из них двоедушны, многие расчетверены, многие распятерены, думают одно, говорят второе, чувствуют чувственный мир, вообще третий, поступают иногда так, иногда так, иногда этак, как настроение будет. Но я вижу Священное Писание, смотря на Творца, смотря на моего Отца, смотря на Иисуса Христа, я вижу это потрясающее, мощное, сильное откровение, что слушай Израиль, слушай Церковь, Господь Бог един есть. И пришло время сегодня нам, верующим людям, нам, христианам, возвратиться к оригиналу. Пришло время сегодня отказаться от двоедушия. Пришло время сегодня сказать, Отец Небесный, я взираю на начальника жизни, я взираю на Иисуса Христа, и я вижу, насколько Ты Бог совершенный, насколько Бог Ты святой. Я вижу, что Ты един, Твоя сущность, Твоя природа целостная. Господь, я сотворен по образу и подобию Твоему, и я хочу, как и Ты, быть целостным сегодня. Я хочу сегодня быть цельным, я хочу быть сегодня настоящим, настоящим Сыном Божьим, настоящей Дочерью Божьей. Я сегодня хочу, чтобы мои мысли соответствовали моим словам. Я сегодня хочу, чтобы мои слова и мои мысли соответствовали моему чувственному миру. Я сегодня хочу, Боже, быть единым со Своими мыслями, чувствами, со Своим Духом, и тем более, Господь, Я хочу сегодня быть единым со своим телом и быть единым в поступках. То, что я думаю, то, что я говорю, то, что я чувствую, я хочу быть соединенным и единым также в поступках. Я еще хочу вместе с вами обратиться к Священному Писанию. Вы со мной, братья и сестры. Слава Господу. Давайте еще поаплодируем Иисусу Христу. Я еще хочу вместе с вами открыть несколько мест и Священных Писаний. И давайте мы откроем первое, Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. Сегодня много есть разных учений. Сегодня некоторые люди подходят и говорят, ну, Дух мой спасен, душа моя возрождена. Я в благодати, поэтому грешит лишь мое тело, а Дух мой и моя душа спасены. И я всегда привожу такой пример. Представьте, я подхожу к моей возлюбленной Марии и говорю, «Жена, я так люблю тебя сильно. Духом, душа моя, душа моя, просто все мои чувства к тебе. Ну вот, проблемка с моим телом. Мое тело иногда по праздникам, оно соединяется еще с тремя женщинами. Ну, я тебя очень люблю». Или кто-то говорит, братья, ребята, пастор, я очень верный человек своей жене. Я не изменяю ей, мое тело всегда принадлежит ей. Но только есть одна проблемка. Моя душа, моя душонка иногда ночью залазит в определенные сайты, в интернет и смотрит порнографию. Но я так люблю свою жену. Слава Господу, я под благодатью, и жена моя любит меня. Но моя душа, мои глаза, мои мысли, они далеко, далеко улетают от моей единственной возлюбленной, с кем я должен быть соединенным. Библия говорит по поводу мужа и жены. Двое стали одной плотью. И что такое святость в браке? Это когда я един. Слушай, Ковчег, слушай, Израиль, слушай, всякий верующий. Господь, Бог един есть. И когда я освящаюсь, и когда я возвращаюсь к оригиналу, если я созданный по образу и подобию Божьему, я соединен, я един с моей женой в духе, в душе и в теле, тогда приходит Божье благословение на весь наш род. Да что на наш род? Библия говорит в тысячу родов. Бог благословляет всякого, кто поклоняется Ему, и всякий, кто доверяет Ему, и всякого, кто верит в тысячу родов. Какое благословение сегодня. Дорогие братья, сестры, услышьте, пожалуйста, церковь. Святость, освящение, святой образ жизни притягивает Божье благословение, притягивает Божье исцеление, притягивает Божественный прорыв во всех сферах, во всех сферах. Отсутствие освящения, отсутствие святости в мыслях, в чувствах, в поступках. Библия говорит, учит четко, ясно, очень. Будьте святы во всех поступках, скажет апостол Павел. Давайте все вместе провозгласим, положи правую руку на сердце, если ты можешь, если ты желаешь, и скажи вместе со мной, Отец Небесный, я провозглашаю сейчас, что я свят во всех поступках. Я свят в своем духе, я свят в своей душе, я свят в своих мыслях. И давайте поаплодируем еще Иисусу Христу. Бог освящает нас. От света леса своего. И давайте мы зачитаем, время осталось мало, зачитаем 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 20 стих. Сам же Бог мира. Какое обетование прекрасное. Сам же Бог. Написано, что сделает с нами. Да освятит вас во всей полноте. И дальше написано, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости даст сохраниться без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. И последнее место, и будем молиться. И я хочу сказать, что без освящения, без святого образа жизни, мы не увидим Господа, мы не увидим благословения. Дорогие братья, дорогие сестры. Дорогие братья, дорогие сестры. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...